У птицы два крыла. Точно так же у каждого человека их два. Вроде бы мы живем в материальном мире, но в то же время мы все время говорим о душевности, о духовности. Точно так же человек сможет взлететь ввысь и добиться потрясающих успехов и результатов в своей жизни, если будет уделять внимание и материальному, и духовному состоянию. Не может быть никаких побочных реакций, потому что это часть структуры, которые придуманы Господом Богом, я не боюсь этих слов. Ну, вообще, долголетие, проблема долголетия, проблема старения, она изучалась, наверное, с тех самых времен, как только люди вообще начали познавать себя. Та миссия, которая возложена на систему активного долголетия, на всех партнеров, на тысячи и тысячи людей в разных уголках планеты, потому что сегодня мы говорим не только о России. Уже более 15 стран познакомились с открытием наших замечательных ученых, с продукцией, уже испытали на себе и получили фантастические результаты. Мы тоже очень благодарны людям, те, кто начали с нами вместе этот проект. И сейчас они, естественно, достигли очень высокого уровня. И вместе с нами сегодня продвигают наш проект за рубежом и в России. Система активного долголетия занимается активным внедрением данных биорегуляторов в массы, то есть способствует, чтобы данные препараты могли использовать как можно большое количество людей во всем мире. И они имеют в этом плане колоссальную перспективу для получения, значит, желаемого эффекта долголетия в комфортном состоянии. Итак, в рамках консорциума «Система активного долголетия» присутствуют научные предприятия, производственные предприятия, отдельное целое направление, связанное с производством высокотехнологической современной косметической продукции, отдельное производство пищевых продуктов. У нас есть предприятия, которые занимаются благотворительной деятельностью, свой общественный фонд содействия охране здоровья детей, есть ряд некоммерческих предприятий. То есть это достаточно широкий спектр профессионалов, которые объединились для реализации общей цели. Возможно, в будущем именно с помощью регуляторных белков можно будет, если не победить, то как минимум сильно замедлить старинье и все его негативные проявления для организма человека. Слово «чудо» в нашей организации стало привычным. Мы даже уже смеемся, что членами нашей организации могут стать только те, кто не забыли, что такое чудо. Слово «чудо» в нашей организации